И со сланцовкой работают. Стоимость другое дело, тем не менее. А в Европе действительно провалилось всё. Ушёл «Шеврон», ушли другие крупные корпорации американские. Но они ушли же не только с Украины. На Украине при этом было помимо того, что экономически непонятно, это вопрос законодательства, которое просто не к чёрту. И это, причём, заметьте, того украинского законодательства, за которым сидит Киев. И того, что военная обстановка, военно-политическая обстановка на Украине способствует чему угодно, кроме того, чтобы там вообще какие-то западные компании работали. Ну, допустим, законодательство в нынешних условиях на Украине – это вообще не проблема. А вот вы поясните, пожалуйста, интересный момент, почему в Америке этим можно заниматься, в том плане, что это хоть как-то рентабельно, но, наверное, вообще рентабельно, не как-то. А в Европе и на Украине другой вопрос. Законодательство на Украине, Анечка, не проблема, потому что его там нет. Конечно. Я именно это имею в виду. Значит, крышевание олигархов с перестрелками в виде частных банд или армий, когда, если объект надо отобрать, это всё-таки некоторый метод, который в России тоже начинался, но потом закончился. И закончился очень-очень давно. И сегодня там суды работают, там, может, оно с трудом, а где-то и со взятками, и с битвами, но работают суды. А вот на Украине вас просто пристрелят, и на этом ваше законодательство кончится. Но дело в том, что Америка велика и слабо населена. Никто же не добывает сланцевый газ в Нью-Йорке, никто не добывает его в сейсмоопасной Калифорнии. Есть огромное количество штатов, у которых залежи сланцевого газа гигантские, а населения практически нет. И метод гидроразрыва пласта, которым вы добываете эту всю дрянь, он даёт вам очень серьёзную сейсмику, серии мелких землетрясений, и он даёт вам, кроме того, некоторое тяжелейшее загрязнение окружающей среды, в том числе подпочвенных вод. Что невозможно в условиях населённых районов. Нет, что возможно, да захотят и на любом уровне. Вон у нас Семипалачинский полигон был. Нет, ведь мы говорим о Европе, регулирование в Европе, это невозможно. То есть в Сахаре, ну, хорошо, тебе твареги будут воевать, а ты их убьёшь. Где-то в середине, ну, только в Елоустонском супервулкане, не экспериментируй, а то жизнь на планете кончится, и на этом всё просто и накроется. А так, но Европа густо населена, и самые перспективные районы для добычи сланцевого газа, это вообще-то центр Германии или Франции, Польши или Румынии, огромные районы в Чехии, это районы старых городских цивилизаций, это районы, где чистая вода, это важно, экология, это важно, где, да задушит тебя просто бюрократия, потому что их же на куски порвут, их не изберут в муниципалитеты, в парламенты, земель, вон там. Слишком много зелёных и экологических партий. То есть это оказалось куда хуже, чем таинственная угроза от атомных станций, которые в ФРГ задушили. А во Франции нет. И в этой ситуации, вы можете себе представить, что страна, в которой там 400 сортов сыра, или столько же колбасы, как в Германии или во Франции, и фуагра производит, вдруг перестанет это производить, потому что грязь будет в воде, потому что землетрясения пойдут на старинных австрийских курортах, в Баден-Бадене. Пейзажи будут разрушены. И как на это будут реагировать местные населения? Это вам не русская угроза. Ой, у нас от русского газа было 20%, а осталось 30%. Ребята, так станет 50%, если вы так будете дальше работать. Ещё про Южный поток опять начнут говорить, прося его провести. Ведь ситуация-то такая. К огромному сожалению, идёт нахрапистая компания, которую дилетанты и авантюристы продают весьма малообразованным президентом и премьер-министром или канцлером. А дальше у вас начинается вот эта операция Дрангнахост, под названием Новый Рейх договаривается с англосаксонским братством. Вот ровно то, что было в 43-м году перед глазами у начальства, когда Ставка прекратила принимать версии покушений на Гитлера, когда Сталин окончательно понял, что Гитлера уберут, и тут же будет альянс Германии, Англии и Америки против России. Что сегодня и происходит. На самом деле вся Европа, бывшая оккупированная Германией, кстати, с Украиной вместе, и Америка против России. Ну, нормально. Здравствуйте. Всего-то прошло 70 лет своей последней возможности, когда это могло быть. Ну, там, в холодную войну это случилось в невоенном состоянии, сейчас это в санкционном состоянии, но тем не менее это так. И вдруг выяснилось, что энергетика не работает. Базы самостоятельной обеспечения энергетики не будет, а будет обеспечение нелегалами из Африки и Ближнего Востока. Официальные данные – четверть миллиона в прошлом году. По неофициальным проверил от 700 тысяч до миллиона. Всё, рубеж перейдён. Знаешь, интересно, присылает Григорий Краснянский, который хорошо знает тему. Для добычи 59 миллиардов кубических метров газа нужна сетка в 16 тысяч скважин. Ну, то есть уровень, чтобы люди вообще понимают, что это происходит. Ну, нормально, если ты в прерии. Ну, конечно. А если ты не в прерии? Попробуй, 16 тысяч. Не, запросто. Это можно. Нет, нет, если пустынные территории, но ты знаешь, что сегодня скважины, ни одной скважины на бурение не разрешают по экологическим проблемам. Даже тем, законодательно это можно, а местные власти запрещают и во Франции, и в Испании. Ну, а о чём я и говорю? Всё забуксовало. Сори. Да, накрылась неприятность. Поэтому следующая тема – это распихивание по европейским государствам африканских и ближневосточных нелегалов, кому какую квоту, Эстония отбивается, Финляндия говорит, да мы и так больше принимаем, чем можем. А я думаю, что они в конечном итоге будут в Украину спихивать. А это правильно, потому что Украина, заселённая суданскими неграми, эритрейцами… Ну, Украина – это Европа. Украина – Европа, вот вам… Вот вам, пожалуйста, подарок. Хотите быть Европой? Нате. Да, примите. Они же подсчитали, что теперь после того, что с Ливией произошло и так далее, на Ближнем Востоке придётся 120 миллионов евро в год тратить на борьбу с нелегальной миграцией. На самом деле, это почти не шутка. У Украины депопуляция идёт такая… Нет, я совершенно не шучу. Ну, можно так шутить, у меня уже выстроилась в голове целая серия анекдотов превращения завтрашней украинской армии с её южно-суданскими эритрейскими подразделениями в некоторых негусов и сенегальских стрелков. Но… Ну, а чего? Последний раз такое было, когда французские войска Антанты высадились в Одессе и в Крыму, и там тоже были сенегальские стрелки. Помнится, очень интересные афроукраинцы от этого дела на Украине появились. Но на самом деле, у Украины депопуляция населения чудовищная. Украина закончила советскую власть на 50 миллионах населения, а сегодня там 40, а всего-то прошло 25 лет. Исходя из этого, 5-10 миллионов африканцев – это нормально. А у России какая тенденция? У России тенденция такая, что наша депопуляция, во-первых, сильно меньше украинской, а во-вторых, у нас… Ну, сейчас ещё изменят тенденции. Мы вторая, во-вторых, Крым присоединился плюс раз 2 миллиона человек, а в-третьих, прости, но мы вторая в мире страна после Америки по притоку иммигрантов. Давайте не будем об этом забывать. О чем, кстати, никогда не говорят наши либералы. Это к вопросу о том, их можно любить или не любить. Надо просто не разваливать систему обучения, было русскому языку. Потому что когда калмыкии прикочевали к Екатерине Второй, то там тоже про Керсана и Люмженова никто не думал. Какие-то дикие люди прикочевали аж с Китая. И такого народу, а когда менее, может, дикие, но баренцы и прочие представители Европы. Косяком сюда шли Франция, Италия, Германия, на самом деле сотнями тысяч и миллионами. Поселенцы шли в Сибирь, на Урал, из Голландии там была масса народов. Так и тоже, в общем, ничего. Но сегодня, да, основная у нас волна идет, конечно, это Центральная Азия и Закавказья. И тем не менее, постсоветская Центральная Азия и Закавказья. Украина. И Украина. Ну, Украина, я не знаю, чего на ней будет. Потому что пока... Нет, нет, вместо этого приток мигрантов. Правильно, но пока-то пришло около миллиона, пришло, но в основном все-таки пришло с Юго-Востока. А ты можешь себе представить, что на ней будет, если действительно победит то, что там пока еще всеохватным не стало. Причем понятно, что заселившие города Село не случайно уничтожают эти люди памятники советской и империарской культуры. Они строят новую Украину. Та старая городская Украина, она чужая. И они ее будут вытеснять, как конкистадоры индейцев в Перу и в Мексике. И деваться, по большому счету, кроме России, действительно особо некуда. По той простой причине, что... А кому они нужны в Европе все? В Европе эта огромная толпа на самом деле никому не нужна. Ну, белые, конечно, люди, это как-то лучше, но не до такой степени. Мы не поговорили, еще интересная тема, сухопутная операция, о которой Магерине заявила. У нас уже временно это нет. Надо будет на следующей неделе вас спросить. Вы имеете эту сухопутную операцию в Ливии? В Ливии, в Ливии. В Ливии, так, в Ливии все хорошо, ее толком не будет, и Ливии, как страны, пока нет, но это уже отдельная тема. Про Йемен тоже можно много говорить, как саудовцы провалились удивительно сейчас, и как это чревато много чем, включая уничтожение королевства. И почему, кроме руководителей Катара и Кувейта, никто из первых лиц аравийских монархий не поехал встречаться с Обамой? Такого плевка в лицо от монархов аравийского полуострова ни один американский президент не получал никогда. Это вам не игнорирование России европейскими лидерами в день победы. Это действительно серьезная проблема. Но это отдельная тема. К сожалению, мы уже вынуждены заканчивать. Напоминаю, что мы увидимся вечером в программе «Вечер», ну, к сожалению, название такое, что со мной. Но там буду, конечно, отнюдь не только я. Не будет тема Украины, но будет тема геополитическая, международная, и будет большая тема, посвященная нашим внутренним делам. Так что не пропустите. Спасибо большое, Евгений Янович, спасибо, Анна Борисовна. У тебя вечером сегодня кто? Ирина Яровая. О, Ирина, большой привет. Ирина Янович, спасибо, Анна Борисовна.